Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко. Сегодня снова играю в глиц на ческоме против соперника из, сейчас скажу откуда, из Сингапура славного. Ну и у нас получается пока непонятно что. Получается, давайте просто славный Дмитрий сыграю пока, типа защиты пирца у Фимцева, скорее какой-то современный такой вариант, есть такие системы за черных. Хотелось сделать ход ДЦ, но он не допустил этот ход, тогда я сыграю ДЦ уже, возьму на проходе такой вот редакции. Так, ну еще есть конечно ход король Б1 полезный, можно конь Д5 сыграть. Давайте пока король Б1, слон С3 вроде как не опасно, слон С3, просто ферзь С3, там слон Е4, ферзь Х8, как-то довольно это все странно выглядит за черных, они играют Б4. Ну что ж, тогда конь Д5 я просто обязан сыграть. Теперь надо подумать, как походить. Слон Д4 есть идея, наверное так и сыграю. Конь Ф6 он походил. Давайте H4, такой вот ход, если он сыграет H5. Может там где-то конь G5 будет у меня ход. А может быть что-нибудь еще поинтереснее придумаю. Ну в случае рокировки там уж точно можно будет ход H5 посмотреть. Такая довольно странная позиция, то что у черных понятно, что теперь уже нет длинной рокировки. Короткая рокировка есть, но не факт, что он и будет делать. Да, пока он играет H5 просто. Просто H5 сыграл. Так, конь D5, там слон Ж7, пока будет ход. Просто конь G5 там рокировка, не видно что дальше, сразу не совсем понятно как играть. После этого, ну может быть как-то типа F4. Возможно F4 сыграю. Ну, рокировку нужно ему делать, безусловно, в этой позиции. Я хочу сыграть F4 и F5 где-то. Попытаться его прослабить. Ну теперь, если конь D5, то он Ж7. Король Ж7 съел, съел. Нет, он играет Е5. Он играет просто Е5. Так, хорошо. Бить ли мне эту пешку. Возьму он съест конем, возможно, да? Съел, съел. Съел. Давайте все-таки поменяюсь. Есть там у меня одна идея. Если он съест конем, даже просто слон Е5 сыграю. Поэтому он съедает пешкой, тогда ушел пока. Правда, может съесть на Е4, на Д5 вернее. Съесть на Д5 и выиграть пешку. Там, конечно, нужно считаться сходом слон Ж6. Интересные будут варианты. Слон Ж6. Конь Е3, слон Х7. Да, вроде бы можно так сыграть. Слон Х7. Ушел. Есть, конечно, еще ход Ферзь Е2 какой-то забавный. Кстати говоря, там, правда, Конь Ж4. Ферзь Е2, видимо, не работает. Тогда нужно так играть. Нужно играть так. И уже здесь какие-то идеи Ферзь Е2 или Ферзь Е3. Потом Ферзь Е5. Допустим, Ф6. Ушел действительно сыграть просто Ферзь Е2. Съел Ферзь Е5. Там, правда, Конь Е6 тоже не все так очевидно. Еще после хода Ф6 есть простой ход Конь Е6. Наверное, еще даже более сильный. Потом он так играет. Ну, может, не поэтому, а просто ему так захотелось. Тогда я сыграю сюда. И дальше действительно будет идея сыграть Ферзь на Е2. То есть Ферзь Е2, там Конь Ф6, правда, сразу можно сыграть, наверное, таким вот образом. А потом сюда. Хочу поставить просто мат. Слон А6, Ферзь Е5, Ферзь Е6. Кстати, этот ход я зевнул. Этот ход я зевнул. К сожалению. Хорошо, Ферзь Е5 все-таки сыграю. Сейчас буду немножко перестраиваться тогда. Тогда буду играть Слон Е4, Ферзь Е5. Хотя что-то дает не совсем понятно, если честно. Если честно, не совсем понятно, что дальше. И времени очень мало. Наполон на мат. Это неприятно. Сыграю так пока. Как-то я не разобрался. В конце еще и мат зевнул. Хорошо. Реванш тогда с ним. Я уже понял стиль игры соперника. Сейчас его буду обыгрывать. В его же стиле попытаюсь его обыграть. У него стиль явно атакующий. Но я тоже люблю атаковать. Поэтому мы сейчас с ним посмотрим, кто же атакует лучше. Хотя, честно говоря, немножко странно, что он вроде как атакующий шахматы играет. И здесь сделал ход Слон Ж3, Слон Ж2, Слон Ж3. То есть это не совсем атакующий шахматы. Такая спокойная игра. Спокойная сицилианка. Но тоже, в принципе, вариант вполне возможный. Да, Е5 есть такой ход, безусловно. В этой ситуации. Тут, кстати, можно сыграть за черных по-разному. Ну, я думаю, даже можно ДЕ сыграть. Тогда уже не будет, конечно, атакующий шахмат. Будет какой-то эндшпель. Пешки у меня сдвоены. Это да. Но с другой стороны, есть небольшой перевес развития. Вот. Поэтому, в принципе, позиция довольно неплохая. И так он тем более пешку на Ш3 зевает. Зевает он пешку на поле Х3. Так. Теперь надо подумать, как бы не перестраивать фигуры. Есть интересный ход Конь Ж4. Правда, непонятно, что будет дальше. Какой будет следующий ход после этого. Но Конь Ж4 сыграть вот как-то хочется в этой позиции. Но идея пешку Е5 защитить. И может быть при стучии на пешку Е2 напасть. Хотя это сделать не очень легко. Ну, плюс идея какая. Где-то при стучии Е4. Допустим, Б3-Е4 будет у меня ход. Если он сыграет Конь Е4, ну, тогда уже буду думать. Он так не играет. Да, такой ход я, конечно, видел. Планировал. Или Конь Ф6, или Конь А6. Конь Ф6. Видимо, нужно играть. Чтоб на Ж4 был ход H5. Там я фигуру не потерял. Ну, уже 5. Как-то Конь. Д7, наверное, придется играть. В принципе, позиция более-менее неплохая. Мне эти изменения структуры очень нравятся на самом деле. Потому что... Крой не очень заслабился. Уже все-таки удастся выиграть у парня из Сингапура. В прошлой партии я, по идее, должен был выигрывать. Как-то там не разобрался. То есть была и лишняя пешка и атака на края. Но что-то там пошло не так. Слон Д5 какой-то странный ход. Немножко такой загадочный. Не совсем понятно, что он хочет. Хотя, снигает вопрос, что хочу я тоже. Позиции. Давайте по какой-нибудь Д5 сыграю. Может, потом где-то Е6. Так. Еще можно так пока сыграть. Конь Е4 он походил. Так. Конь Е4. Сделать я на Д4. Слон Е3. Съел. Съел, съел, съел. Нет там. Да не все так просто. Тогда буду коня на Д4 вести, наверное. Довести коня на поле Д4. Хотя, если он сыграет С3, тогда, возможно, на Е4. Еще есть идея, конечно, о слоне Е4 и где-то конь же 5 при случае. Но пока все это не работает. Так, пока сыграю. Защитился. Так. Да, и возможно, это была небольшая неточность с моей стороны. Ну, хорошо. Пока съем здесь. Собрал пешкой и такой какой-то ход сделаю. Да, получается переход в разноцвет. У меня лишняя пешка, но очень мало времени этой позиции. Лади менять, думаю, что не буду. То есть, позиция эта может быть неплохая, но маловато времени, конечно, в этой ситуации. Надо было держать и играть, потом пешку на G5 съедать. Тут я не разобрался. Вот, слона 4, немножечко бесполезный. Безусловно, в этом идеи особо нет. Но он играет явно на время, сейчас это очевидно. Но кстати, возможно, не зря это все делает. Начинаю очень сильно уже ошибаться. Да, но тут он не зернул ладью, это повезло, и теперь надо пытаться выиграть эту позицию. Да, все-таки успел я выиграть, но, конечно, это уже было на тоненького. Думаю, что действительно, был-то перевес у меня всю партию, уже третью с ним играть не буду, решающую, наверное, но сложная. Сложная была партия, тоже, опять-таки, быстро играют соперники, и против них трудно так играть, и тем более, что действительно не просто играют быстро, но достаточно сильно. Так что, поэтому партия вышла непростая. Ну что ж, спасибо всем за внимание, и до скорых встреч уже в новых видеороликах. Спасибо.